Всем привет, друзья! Начинаю свой влог с того, что хочу приготовить маффины или капкейки, как сейчас их еще называют по-новому. Они у нас будут шоколадные, с какао. В общем, давайте уже сейчас приступим. Я пока делаю пробно, первый раз, чтобы потом уже знать, что я делаю неправильно и как лучше. Так что давайте начнем. В общем, друзья, буду писать ингредиенты под видео. Меня многие просят, пишите, пожалуйста, рецепт. Так что заглядывайте под видео. Вкладка есть еще, называется. Открывайте ее, и там будет перечень всех ингредиентов. В общем, сейчас мы в миску отправляем сливочное масло. Оно должно быть размягченное комнатной температурой. Туда мы отправляем сахар. И где-то щепотка соли. Вот так вот, чуть-чуть подсолим. Так, и все это нужно перемешать. Я буду использовать миксер вот такой обычный. Вы можете мешать где угодно. Так, наша задача просто перемешать масло с сахаром, особо взбивать не надо. Сейчас в другую посуду мы отправим яйца, молоко и растительное масло. Так, далее вот эту полученную смесь яично-молочную мы отправляем сюда и взбиваем. Отдельно мы смешиваем с вами ванилин с мукой и туда же отправляем разрыхлитель. Сюда же отправляем какао. И вот так хорошо перемешиваем. Если чувствуете по цвету, что хотите еще потемнее, чтобы был цвет, то добавьте больше какао. Где-то примерно всего получится 30 грамм какао. Далее я меняю насадку. На миксере вот такой тестомес. И теперь вот эту полученную мучную смесь мы будем с вами всыпать сюда и хорошо перемешивать. Вот такая эластичная масса у нас должна с вами получиться. И сейчас мы будем раскладывать наше тесто по формочкам. Так, друзья, в общем у нас вот такие подставочки я использую. У меня нет силиконовых специальных, но я использую из-под кексов, чтобы они у нас, знаете, как не расплылись что ли. Ну посмотрим, не знаю, получится что. Обычно говорят, они деформируются, когда начинают выпекаться. Вот такие я на Алиэкспрессе заказывала. Их 100 штук здесь, 75 рублей. Вот, всё, сейчас начнём уже раскладывать тесто. Так, берём, в общем, ложку. Сейчас посмотрим. В общем, надо-то, по идее, класть по половинке. Это я даже как-то многовато, да? Надо прям вот так вот по чуть-чуть выкладывать. Ммм, оно вкусно. С помощью двух ложек. Мне кажется, они будут очень вкусные. Наверное. И очень-очень, смотрите, красивые формочки. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok из шоколада. А вообще в идеале сливочно-сырный крем такой шапочкой, да, и украсить его ягодами свежими. Блин, как здорово, как вкусно. Вообще супер. Короче, пора уже на продажу лепить такую страсть, да, девчонки, как вы думаете? Пора уже на продажу лепить и зарабатывать денежки. Потому что это... Ой, вкуснота! Пользуется очень таким большим спросом. В инстаграме или ВК можно там опубликовывать в группе, например, там... Я вот такая красивая. Сейчас пойду смывать маску для волос. Сделала. Дай мне кусочек-то маленький, я хоть попробую тоже. А то напекла, а попробовать не попробовала. Давай. Девчонки, тает во рту. Это просто блаженство. Готовьте. Очень вкусно, не пожалеете. Только готовьте все по правилам. А то не будет... Да, кстати, сахар в меру. Не очень сладкий. Вот. И если еще сверху вот такой будет сыр, сливочно-сырный, да, а он сам все не очень сладкий, вот, то будет вообще, во, просто бомба! Так, я растопила вот шоколад. И сейчас хочу полить их сверху просто шоколадом. Ну, в идеале, конечно, лучше бы сливочно-сырный крем. Вот так вот хотя бы польем. Ммм, как красиво и вкусно! Та-дам! Такая красота. Сейчас пойду сфоткаю. Ждите фотку в инстаграм. Вероника нам сейчас покажет, что она там все купила в пятерочке. В пятерочке я купила вот такую вот лопатку детскую, чтобы потом нам помогать с рецептами себе лопатку с кексиком розовым. Ух ты! Ну, ты нам раскроешь ее, покажешь? Да. Как она открывается? Она вот... Вот так она открывается. Угу. Одна штучка какая-то. Да. Силиконовая лопатка. Клевая. Да. Вот такая. Вот эта вот штучка силикона, она несъемная и очень-очень большая для меня. Так, на сколько она стоит, ты хоть помнишь? Нет. 99 рублей. Нет, 99 рублей 90 копеек. Угу. Такая, покажется. Мне кажется, она очень удобная, потому что у нас сейчас какие лопатки, они вот все вот так вот вытаскиваются, а эта прям такая, знаете, добротная такая, большая. Мне кажется, классно будет. Как раз в тему, да? И дальше мы купили в магазине Пролетарском вот такую вот пасту себе. Там еще была вот такая бумажечка, я просто раскрыла. Фирма Сплат. Вот такими сердечками. Отбеливающая у меня паста Love, специально для тех, кто любит. Угу. Вот такая вот красивая. Да, открой, что там внутри покажу. Красная, да? Паста. Не, красная, да? Или белая? Ну, красная, конечно. Угу, дай пахать. Такая розовенькая. Пахнет нормально? Пахнет какой-то там малины, что ли. Давай, понюхай и скажи, как тебе кажется. Ну, пополам там мята с какими-то ягодами, да. Она вот такая, кстати. Вот сейчас я вам покажу. Вот такая. Что тут покажет? Эй, они удобные. Кстати, я ее в детстве любила вот так. Не надо, пасту нельзя есть. Ты что? Пахнешь. Так, а я себе купила вот такую штучку. Пойду истреблять сорняки. И рам. Вот так вот. Дальше открываем. Они так классно по полу ездят. Да. Жалко, что не розовый. Скажи, а наклейки какие там? Наклейки такие вот. Такие же? Нет. Ну, нет, не такие там. Номер восемь, глянь. Вот, короче, моя коллекция. Ух ты. Вот эти бумажки у меня еще не все. У меня еще больше. Вот моя коллекция. Первая это вот такая. Все волосы здесь? Кто куда? Всем привет, друзья. У нас новый день. И, в общем, у нас позвонили вчера вечером в 10 часов якобы покупатели участка. И, ну, как бы с просьбой посмотреть участок сегодня. Получается так, что мы договаривались на 10 утра. Сейчас у нас время уже 10, почти 15 минут. То есть 10-15. То есть людей нет, люди не звонят, то есть не предупреждают. Я не знаю, вот как вот, допустим, вы бы отреагировали. Я вообще люблю пунктуальность. Если я сказал, что я приеду в 10, да, я приеду, блин, полдесятого. Потому что я не люблю, когда меня ждут, и сама не люблю ждать. Потому что я привязана, получается, я не могу выйти ни в огород. Это нужно, да, переодеваться по-любому, как-то, ну, в другом обличье выглядеть. Вот. То есть мне нужно какие-то дела на огороде поделать, Вероника, там. За балконом у меня там эти спектакли показывали. Вот. То есть мне надо как-то выглядеть соответственно правильно. Вот. То есть я не люблю таких людей. Ну, если у вас что-то не получается, ну, неужели тяжело вам позвонить, предупредить, что там мы задерживаемся, или мы вообще там не приедем, да. Нас не ждите. Все мы люди, все мы, как бы, заняты каждой своим делом, да. То есть я могу даже так же, вот, видео, может, начать снимать. А я не могу снимать, начать видео какое-то. Там, хотела вам косметику показать. У меня уже давно просят, никак я не соберусь. Но вообще я вам косметику покажу, девчонки, тогда, когда мне придет мой заказ с Фаберлик. Всем спасибо за советы, что заказать. Я кое-что там выбрала. Ну, как кое-что, на 3 тысячи рублей выбрала. Вот. И скоро придет уже в конце июня мой заказ. И мы с вами тогда вместе будем это все распаковывать и смотреть. Вот. То есть вот так вот. Я не знаю, вы напишите, вот вы тоже так относитесь, как и я, к таким людям. Или вам вообще по барабану вам ровно. Ну, вот, повторюсь, я, например, люблю пунктуальность. Я люблю собранность какую-то. И вот это вот, я сколько уже продавала домов. Если кто меня давно смотрит, знает, да. Мы продавали до этого 3 дома. И во всех трех домах мы потрепали нервы очень хорошо с покупателями такими, так называемыми. Потому что многие бывало так, что вообще не приезжали. То есть они звонят. Да, да, все, мы приедем. И просидишь, допустим, их прождешь полдня, да. Никуда оторваться не можешь. Их реально просто нет. Они даже... И если им перезваниваешь, то у них телефон недоступен. Я вообще не понимаю таких людей. Поэтому, как бы вот так вот. Пока сидим, ждем. А вообще планируем... Сегодня у нас, знаете, как погода такая интересная. 26 градусов. Но солнце через какую-то такую дымку светит. Облако, да. Такое вот, как пелена такая из облаков. И не очень жарко вроде бы. И не холодно. То есть такая, ну, комфортная довольно-таки погода. И мы хотели разведать одно новое место. Съездить там в кое-какой санаторий. Мечта у нас есть. Здесь недалеко, кстати. От нас 10 километров. И говорят, там обалденный такой вот суперский пляж. Чистый. Но он платный. Ну, и бог с ними. С этими там 100-200 рублей. Как бы говорят, там очень классно вообще. И вода чистая. И чистят и берег. И, пожалуйста, там и шашлыки можно жарить. И батуты там для детей. Короче, там все, что хочешь. И, в общем, я вот сижу, представляете, да. Такая вся привязанная. Уже документы, кстати, приготовила на этот участок. Вот все. У меня полностью пакет с документами. Там и на электрическую часть. И на разрешение даже на строительство. Короче, все. Все документы, все есть. Вот. Так что все. Будем ждать. И я скоро к вам включусь снова. Так. В общем, приехал этот дядечка в 11 часов. Дождалась я его. Ну, в общем, сказал, подумаю. Все дела. Там документы посмотрел. И уехал. Вот. Дядечка такой солидный. На Мерседесе, на джипе. Так что... Мерседесе, джип это вообще красный. Ну, короче, ладно. Такой большой-большой Мерседес. Огромный. Белый. Мы, короче, сейчас скоро выдвигаемся уже на речку. И там с вами встретимся. Дочь, смотри, какая лягушка, дочь. Мы прибыли. Тихо. Привет. Привет. вон какой людей да классно лодки стоят живут около прям реки это река воронеж здарова не какая красивая так мы пришли на пляж а вон там ребятишки прыгают с моста представляете прям ныряют обалдеть ох 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 класс видишь как они прыгают с моста хочу так вырастешь потом будешь да ну-ка давай давай-давай смелее круто прикольно вода чуть-чуть такая холодная на 2 раз вообще кажется что она теплая классно мне не холодно вода прекрасная теплая очень теплая солнышко бы еще нам куда доеду рукавник с него а то неправильно скажет это о какая видеть во какой вход палатку круто да крутяк вообще манер один нечего люди живут и мы тут такие в палатке ну как стрёмно чем бомжи то как цивильный отдыхающий народ метр вот этого входа и все я пошла туда слушай ну правда тут место много глянь вау круто можно поперёк кстати лечь да там по-всячески ой нас по моему накрыли сверху все ребята я спать я уже переоделась класс вообще здорово ага все ребята я спать подушку положите мне и я засуну ну да она комфортная смотрите какая большая я вот лежу вот да и гляньте сколько места там можно и наверное вчетвером увлечься поперёк 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 ложись вероник ну чё девки оставлять вас здесь на ночь чего вы еще от нас закроетесь ой ну все ага он натягивается вот так вот получается вот оно сейчас уснулось здорово все остаетесь тут да дыхать хорошо но мы уже собираемся домой так что на сегодня наверное будем прощаться с вами подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось дизлайк если не понравилось и всего вам доброго и пока пока до 200 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до enhör万 послед все